Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие недорогие кофеварки, которые можно купить в 2023 году. Сварить вкусный кофе и приготовить кофейные напитки можно даже с помощью недорогой кофеварки. Я изучил предложения на рынке, сравнил характеристики моделей, просмотрел отзывы пользователей и обзоры экспертов. Так, я подобрал 7 лучших бюджетных кофеварок на 2023 год. В моём рейтинге кофеварки стоимостью от 1600 до 5000 рублей, которые различаются типом, принципом работы, объёмом и другими параметрами. Прежде чем перейти к просмотру, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, так вы не пропустите выход новых роликов. Ну а теперь поехали! На седьмом месте рейтинга стоит Maxwell MW 1650. Это кофеварка капельного типа. Для приготовления кофе вода поступает из резервуара, расположенного сзади, нагревается и проходит через молотый кофе, засыпанный в фильтр в передней части. Готовый напиток поступает в стеклянный кувшин, который установлен на подогреваемой платформе. И резервуар для воды, и кувшин для напитков имеют одинаковый объём – 600 мл. Он предназначен для шести чашек кофе, поэтому для удобства на ёмкостях нанесены цифровые обозначения в чашках – от одной до шести. Включение происходит одной кнопкой на корпусе прибора. Для удобства очистки нейлоновый фильтр легко достаётся, а кувшин оснащён откидной крышкой. Но резервуар для воды несъёмный, он встроен в корпус и имеет прозрачные стенки для удобства контроля уровня воды. Это ключевое отличие от следующей модели в рейтинге. На шестой строчке стоит VTEC VT1503. Это ещё одна капельная кофеварка в моём рейтинге, которая немного отличается конструкцией. Резервуар для воды также расположен в задней части, но вписан в конструкцию прибора. Для удобства на стенке есть прозрачное окошко, через которое легко контролировать уровень воды. Сам резервуар съёмный и при этом большого объёма – 1200 мл. Стеклянный кувшин для готового напитка выполнен в более округлой форме и оборудован более изящной по форме ручкой. Ещё одно ключевое отличие этой кофеварки – высокая мощность – 900 Вт. Это обеспечивает более быстрый нагрев воды и быстрое приготовление кофе. По принципу работы модель не отличается от предыдущей. А вот следующая в рейтинге кофеварка относится к другому типу. Пятое место рейтинга занимает горение ATCM730T. Эта кофеварка представляет собой электрическую турку, предназначенную для приготовления кофе по-турецки. Она выполнена в пластиковом корпусе, оснащена устойчивыми ножками и оборудована съёмным резервуаром объёмом 270 мл. Он рассчитан на приготовление до 4 чашек кофе. Принцип работы модели довольно простой. Необходимо залить холодную воду в ёмкость, насыпать туда же молотый кофе и установить резервуар в корпус прибора на подставку. Приготовление происходит в автоматическом режиме. Сразу после закипания термостат Strix отключает нагрев и при этом раздаётся звуковой сигнал у готовности. Чтобы правильно отмерить объём кофе, в комплекте предусмотрена мерная ложка. На резервуаре есть прозрачное окошко для удобства контроля уровня воды. И ещё он оснащён носиком и ручкой для удобства эксплуатации. Четвёртую строчку занимает Endeavor Kosta 1010. Это кофеварка гейзерного типа, выполнена в классическом строгом восьмигранном дизайне. Она отличается от предыдущих и конструктивно, и принципом приготовления кофе. Прибор состоит из двух резервуаров, между которыми расположен контейнер-фильтр с молотым кофе. Горячая вода вытесняется паром из нижнего резервуара, проходит через отсек с кофе и поступает в верхний резервуар уже в виде готового напитка. Объём резервуаров у этой кофеварки по 300 мл. На нижнем есть предохранительный клапан для сброса излишнего давления, а верхний в виде чайника оснащён носиком, ручкой и крышкой. Резервуары и металлический фильтр съёмные для удобства ухода. В фильтре есть адаптер, с помощью которого можно регулировать крепость кофе на 3 или 6 чашек. Кофеварка может вращаться на подставке платформе на 360 градусов. Модель обладает не самой высокой мощностью, но с учётом небольшого объёма её достаточно для быстрого приготовления кофе. И при этом кофеварка создаёт давление до 1 бара, за счёт чего вкус кофе получается более насыщенным в сравнении с приготовлением в кофеварках капельного типа. Но кофеварки рожкового типа создают намного большее давление. Тройку лучших открывает Polaris PCM4008AL. Эта модель относится к кофеваркам рожкового типа. Принцип работы основан на пропуске горячей воды через спрессованный молотый кофе под большим давлением. При этом приготовление занимает несколько секунд, а аромат и вкус раскрываются наиболее полно. Давление, создаваемое этой моделью, 4 бара. Кофеварка имеет достаточно традиционную конструкцию для моделей рожкового типа. В верхней части располагается резервуар для воды ёмкостью 240 мл, который герметично закрывается. Под ним закрепляется металлический фильтр, в который предварительно требуется засыпать молотый кофе. В нижней части есть подставка, которая служит также для сбора капель. А на неё устанавливается металлическая колба с ручкой, в которую поступает готовый напиток. Эта модель оснащена трубкой-капучинатором, через которую возможна подача пара для взбивания молочной пены. Это позволяет готовить разнообразные напитки – латте, капучино. А для создания красивых рисунков на молочной пене в комплекте, помимо мерной ложки уплотнителя, есть ещё трафареты. Для выбора режима предусмотрен поворотный переключатель сбоку на корпусе. На втором месте рейтинга стоит Китфорд КТ706. Эта модель не такого строгого дизайна, обладает фигурной крышкой и более утончённой ножкой. Объём резервуара практически аналогичный – 250 мл. Стеклянный кувшин для сбора готового напитка объёмом 250 мл оснащён изогнутой ручкой. Он устанавливается на поддон для сбора капель, который имеет разборную конструкцию для удобства очистки. Вместо кофейника можно ставить на поддон сразу чашку. Эта кофеварка обладает такой же высокой мощностью – 800 ватт, но создаёт чуть меньшее давление – 3,5 бара. Но такого давления достаточно для приготовления насыщенного ароматного кофе. При желании приготовить напитки с молочной пеной у кофеварки есть стиммер для её приготовления с помощью пара. Для этого необходимо повернуть переключатель на корпусе на соответствующий режим. Из удобных деталей хочу отметить наличие на корпусе термометра, на котором отображается температура воды в бойлере. Лучшей недорогой кофеваркой стала Redmond RCM M1523. Эта кофеварка рожкового типа, выполнена в строгом дизайне в надёжном металлическом корпусе. В сравнении с предыдущими моделями она оснащена более вместительным резервуаром для воды на 350 мл. В комплект входит металлический фильтр, через который пропускается вода, мерная ложка-уплотнитель для отмеривания порции молотого кофе и его трамбовки в фильтр, а также стеклянный кувшин с удобной ручкой. Кувшин у этой модели также большого размера, объёмом 350 мл. Металлический фильтр и поддон для сбора капель имеют разборную конструкцию для удобства очистки. Управление кофеваркой производится с помощью поворотного переключателя. Его можно устанавливать на режим кофе для приготовления напитка или на режим пар, при котором через носик капучинатора подаётся горячий пар, необходимый для вспенивания молока. Молочную пену можно добавлять в кофе для приготовления любимого напитка – капучино, лата. При приготовлении кофе модель поддерживает стабильное давление 4 бара, которое оптимально для раскрытия вкуса и аромата большинства сортов кофе. Первое место эта модель получила за надёжное исполнение, приготовление большого объёма кофе за один раз и хорошую функциональность. На этом мой топ подошёл к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. Субтитры ground AREKО d�я atención. Спасибо за просмотр! dragging г